Семинар для студенческой молодежи Брестской области и лиц, включенных в кадровый резерв Брестского облсполкома, проводился впервые. Суть такого мероприятия – в первую очередь познакомить молодых людей с работой высшего органа власти Брестской области, пообщаться с руководством, задать интересующие вопросы заместителю председателя облсполкома, высказать свое мнение о развитии Брещины. У нас есть система работы с молодыми людьми, со студентами, это есть перспективный кадровый резерв, понятно, все они находятся в этом резерве. Это представители наших четырех вузов, у нас в Пинске, Бресте, Барановичах, Бресте-2, и технический, и педагогический университет. Поэтому вот эти представители. Тут, я думаю, нет случайных людей. Здесь, может быть, кто-то из них потом скажет, это не мое, вполне возможно, но то, что мы отслеживаем и выбираем потенциально очень сильные кандидатуры, это так. Для участников семинара первым выступил заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк. Он рассказал о личном профессиональном опыте, а также об этапах становления его как управленца и руководителя. Идея эта возникла из жизни, потому что любой студент через определенное время будет сначала молодым специалистом, потом специалистом, потом, наверное, мастером своего дела, и вообще тем человеком, который будет решать государственные задачи и вопросы, который будет ставить жизнь впереди. Поэтому абсолютно логично, что День студента здесь, ну, это, конечно же, под эгидой нашего губернатора Юрия Тулича Шулейко, кадровой службы. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы люди могли принимать решения, принимать государственные какие-то, решать вопросы, они должны к этому подходить постепенно. Не появляется сразу хороший начальник, большой руководитель, профессионал своего дела. Это должно быть поступательно по ступенькам жизни двигаться вперед. Именно такой формат общения, как диалог, был для студентов полезен и актуален. Ведь совсем скоро ребята сами станут молодыми специалистами, а некоторые, возможно, и управленцами. Это принесет большие плоды в плане пополнения кадров государственных органов, так как больше студентов может заинтересоваться в данной деятельности. И благотворно повлияет на вообще отношение общества к государству, к чиновникам и вообще к такой ответственной деятельности, как управление государством и городом. Это достаточно приятно и это, я считаю, очень важно. Мы, как студенты, сможем погрузиться во все вот эти дела нашего облсполкома, возможно, принять в них какое-то участие и побольше узнать о внутренней жизни облсполкома. Наличие подготовленного резерва рассматривается как важнейшее условие преемственности руководящих кадров, повышение эффективности управления, обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей области. А потому подбор, воспитание и обучение перспективных кадров, способных к управленческой деятельности, является для государства важной и приоритетной задачей. Александр Григорьевич, все задачи, которые ставит перед государством, перед народом, они тоже исходят от жизни. Он прекрасно понимает, для того, чтобы развивалась наша страна, нужны кадры. Нужны кадры, нужна молодежь, которая будет решать и вопросы молодежной политики, и в целом вопросы социальные, экономические. Поэтому, конечно же, это и есть продолжение, такое, скажем, реальное, не на бумаге, а конкретные шаги для решения вот этих вопросов. Увидеть своими глазами, как организована работа областного исполкома, заглянуть в кабинеты руководителей, для участников такого необычного мероприятия, это было интересным событием, которое запомнится надолго.